Лучший вопрос от Эмилии. Памятный подарок за самый интересный вопрос из рук чемпиона Европы по баскетболу Сергея Быкова получает юная Эмилия Шарафиддинова. Баскетболом пока не увлекается, однако на встречу с российскими спортсменами пришла. Интересовалась, какой вид спорта выбирают дети баскетболистов и когда ей начать играть. Тебе сейчас 7, а я начал 8, поэтому у тебя только есть год на подумать и приходи в баскетбол. Я сегодня Сергею Быкову задавал вопросы и он мне дал автограф и им еще дал подарок. Гостям фестиваля Айхальские ребята задали 50 вопросов. Интересовало буквально все, от заработной платы баскетболистов до личной жизни. Многие искали повод заявить о себе и узнали, сложно ли попасть в юношескую сборную России по баскетболу. Получить ответы на вопросы пришли не только любители баскетбола, но и простые болельщики. Для многих встреча со звездами спорта стала стимулом для занятий баскетболом. Вообще я не занимаюсь баскетболом, то есть это у нас на фоне просто учебной программы. И конечно же, когда ты слушаешь истории, ты очень сильно вдохновляешься всем этим. Тебе хочется заниматься, тебе хочется ходить на этот вид спорта. Да, конечно же, это большой интерес вызывает. Я очень рада, что у нас стали проводить такие мероприятия. Те, кто постеснялся задать вопросы с зала, подошли к спортсменам после встречи. Лично получили советы и автографы. Однако, по мнению гостей фестиваля, остались и вопросы, которые не прозвучали. Для детей, наверное, было бы полезно узнать вообще про образование, да, как бы, как оно влияет на, даже на спортсмена. Потому что, как вы знаете, что было даже исследование о том, что по лигам тестировали игроков тестом IQ. И чем выше уровень игрок, тем у него был выше интеллект. Поэтому прямая закономерность, и это было бы ему очень важно знать. Полноценно вот так вот держи мяч, чтобы он все мог его развернуть на фон просок, отдать передачу отсюда и начать движение. Советы и наказы профессиональных тренеров ребята позже применили уже в спортзале. Сто участников за два дня фестиваля посетили семь мастер-классов. Правильно играть в баскетбол учились и мальчики, и девочки. У меня сегодня очень замечательное настроение. Я сюда пришла для того, чтобы получить футболку, чтобы это было на память, и подготовиться, как научиться. Я очень сильно хочу научиться. В дальнейшем я еще хочу стать баскетболистом, и еще, ну, когда-нибудь моя мечта исполнить. На память у ребят остались автографы спортсменов и футболки. Фото с хэштегом «Настроение Алроса» быстро разошлись по социальным сетям.